Здравствуйте! Сегодня мы говорим о строительстве жилья Новгородской области. Почему за прошлый год у вас стало больше всего на полтора процента? Почему крупные застройщики не идут в районы, а показатель благоустроенности жилищного фонда на селе составляет лишь 11%? Сегодня узнаем мнение власти, строителей, владельцев недвижимости. Шимский район расположился в средней части областной таблицы строительных достижений. Уже привычная для этих мест картина. План по квадратным метрам выполняется в основном за счет индивидуального застройщика. Людям выделяется земля и дальше они сами реализуют свою мечту – жить в прекрасном доме на свой вкус и цвет. Возможность отличиться местной власти, обеспечить условия развития таких жилых массивов. Вот это вот дорога Канава. Дорога на переулок Весенний. Теперь улица Молодежная. Она еще немножко подсохла. Тут придется вплавь. В машине здесь, конечно, не проедешь. Там слева начинаются участки. Вот здесь я буду проходить, проносить стройматериалы. И вот тут вот я и буду нести. Если на стадии строительства люди могут обходиться без электричества и газа, то очевидно, что без дороги завершить строительство запланированные сроки бывает сложно. И даже после его окончания дома, по сути, остаются недосягаемы. Мы, молодые специалисты, решили работать на сельской территории. Приехали сюда, нам предоставили работу, предоставили возможность строительства. Мы отстроились, все замечательно. Но самая большая проблема первая – это дороги. Проблема решается с 2011 года. Отстроились мы в 2015 году, но вот уже год я не могу въехать. Я элементарно не могу привезти свою мебель. Вот мы по программе построили дом, вложили туда материнский капитал, но жить мы там не можем. Дом готов, он введен в эксплуатацию, но мы жить там не можем. Мы даже туда заехать не можем с вещами. У меня двое детей. Одного мне придется таскать на спине своей, чтобы как-то нам выбраться вообще. Очень просто обидно, досадно, что мы живем в 21 веке, а получается как будто бы в каменном. Мы обращались в администрацию, нам никто не отказывал, но то, что сделано было по итогу, это еще хуже, чем если бы вообще ничего не было. Потому что вот это оканавливание, вот это выравнивание, как это красиво называется в бумагах, я бы назвала это вредительство. Вот откровенное вредительство, потому что сделано хуже, сюда больше денег нужно будет вложить, чтобы как-то переделать это, что ли, привести в какое-то соответствие. Потому что канавы, это не канавы, это траншеи полутораметровой глубины, а выравнивание, вот вы сами видите, это не выравнивание. Здесь невозможно ни проехать, ни развернуться, ну ничего практически. Пожарная к нам не приезжает, вот у нас был момент возгорания, слава богу, мы потушили своими это силами, но пожарная сюда не приедет, скорая сюда нам не едет. У меня болеют дети, у меня потому что они маленькие, тоже сюда никто не подъезжает, почта сюда тоже не ходит. Элементарно даже мусор не вывести, потому что даже мусорка сюда не подъедет. Все на руках, вносим, заносим. Примеры, подобные Шимскому массиву Наум, время от времени встречаются на разных территориях области. Правительство региона, реагируя на обращения граждан, начинает работу с главами районов и в конце концов даже в условиях экономической нестабильности удается найти средства. Один из примеров – застройка в деревне Шолохова под Новгородом. Отсутствие дороги в свое время заметно тормозило развитие массива, рассчитанного на 400 домовладений. Решение вопроса совместными усилиями области, района и поселения вернуло территории привлекательность и оживило строительство. Ну, выбор был, да, плетнику предлагали, жабицы. Мы восстановились на Шолохово, потому что здесь нам поближе как бы ездить. Дорога сейчас появилась, полегче стало? Ну да, полегче. Как бы поначалу по глине ездили, буксовали, трактор с деревни приезжал, вытаскивал несколько раз, но сейчас нормально все в общем. Правильное управленческое решение было принято на всех уровнях власти поучаствовать в программах, поэтому появились денежные средства из федерального бюджета, практически, ну если в цифрах говорить, там 38 миллионов, что и помогло ускорить этот процесс. И общими усилиями этот проект, так скажем, дороги были построены на сегодняшний день почти 10 километров, есть ли цифрами проектной документации, говорит 9 километров 950 метров дорог построены. Вернемся в Шимский район. Глава показывает еще несколько крупных участков, где также необходимо строить дороги, денег на которые в один год в местном бюджете не найти, не найти даже на проект. Но в любом случае, по мнению руководителя района, лучше хоть как-то строить, чем ждать идеальных условий. Все сразу, у нас, я вот сказал уже, у нас вот здесь Орговка два участка, Наум третий, Старый Шимск непосредственно четвертый и Задрожье пятый. Пять направлений, где необходимо именно дороги, вода, газ, канализация, ну на такие вот разветвления, на такое одновременно, конечно, денег не найти. Ну постепенно делаем. Есть резервы работы, где бы можно было что-то сделать. Что-то, конечно, мы не доработали, можно тоже признаться. Ну постараемся выйти на цифры, которые мы заявили. Многоквартирные дома в районах теперь часто строят лишь для льготных категорий граждан. В этом случае заказчиком выступает муниципалитет, подрядчик определяется контрактной системой 44-го федерального закона. Крупные застройщики предпочитают работать в областном центре. Выходить за границы Новгородского района экономически нерентабельно. Районы другие мы пока не рассматриваем. Ну прежде всего потому, что наш профиль в основном это панельное домостроение и сборный железобетон. А отсюда для нас очень важно плечо доставки. И поэтому вот эти логистические издержки будут существенно влиять на цену вопроса. Поэтому как только мы отдаляемся вот от этого предприятия, у нас сразу падает рентабельность. Поэтому мы пока для себя такую возможность не рассматриваем. В условиях экономической турбулентности покупательская способность населения упала. По данным Департамента архитектуры и градостроительной политики Новгородской области, на сегодня введено 176 тысяч метров. Выполнение планов ввода жилья подтверждают Поддорский, Холмский и Хвонинский районы. Остальные районы у нас, к сожалению, не подтверждают вот жилья. Хотя на совещаниях, проводимых в правительстве области, ну такие как Чудовский район, Старорусский район, активно говорят, что план будет выполнен. К сожалению, мониторинг показывает обратную ситуацию. И планируем мы на сегодняшний момент, мы все-таки планируем 360 тысяч квадратных метров ввести жилье. В департаменте отмечают, что сегодня не все индивидуальные застройщики торопятся ввести жилье. Хитрость придумана не сегодня, но она по-прежнему влияет на показатели. Сейчас налоги появились, и индивидуальные застройщики не торопятся вводить свои дома. Плюс еще вышел закон о том, что зарегистрировать дом индивидуальный можно только имея разрешение на строительство. У нас индивидуальные застройщики строили, которые без разрешения на строительство. И мы предупреждали о том, чтобы подсуетились они, получили разрешение на строительство. Иначе можно вводить или через суд, или как мера административного воздействия может быть снос объекта и жилищного строительства в том числе, потому что он построен не в соответствии с градостроительным кодексом. Более 40% вводимого жилья приходится на Великий Новгород. Областному центру едва ли удастся выйти на плановые цифры, но в сравнении с прошлым годом объемы будут увеличены. В конкурентной борьбе застройщикам приходится внедрять новые технологии и материалы. Кому это удается, способны показывать значительный рост результатов даже в условиях экономических трудностей. Каждый год, в ноябре, в декабре мы начинаем считать количество квадратных метров, которые будут введены в городе Великий Новгород. Но я смотрю на это немножко по-другому. Построить жилья можно, конечно, больше. Вопрос, сколько его можно продать. Я оцениваю емкость новгородского рынка примерно в 130-140 тысяч квадратных метров. Это объясняется доходами населения и теми категориями населения, которые могут купить коммерческое жилье. Если мы говорим о дальнейших резервах увеличения объема ввода, то необходимо, чтобы в городе и в области работало как можно больше программ. Программ, которые с одной стороны делают жилье более доступным и, соответственно, увеличивают и расширяют те категории граждан, которые могут купить это жилье. Многие застройщики не смогли нам прокомментировать ситуацию на строительном рынке и области и предложить меры по увеличению объемов строительства. Материалы выросли на 20-30%, платежеспособность населения упала. Вот весь ответ. Оптимистично настроенные игроки строительного рынка введят выход в тесной работе с властью. Участие в программах и развитие инфраструктуры позволит сохранять цены на доступном уровне и не сворачивать объемы. При этом каждая из сторон должна выполнять обязательства. Здесь нужна поддержка ипотеки, ипотеки самых разных уровней, государственной и банковской. И второе, хотелось бы более объемной поддержки государством развития инженерной и социальной инфраструктуры. То есть сегодня все-таки должны быть такие проекты, подразумевающие серьезное строительство инженерной инфраструктуры, поддержка детских садов, строительства школ и так далее. Здесь самое важное, чтобы все стороны, которые участвуют в реализации этой программы, ну с одной стороны это надежный застройщик, с другой стороны это исполнительная власть, выполняла те обязательства, которые они на себя берут. К примеру, заказчик строит хорошие и качественные дома, а соответственно исполнительная власть помогает либо объектами инфраструктуры, либо дорогами, либо компенсацией на их строительство. И если так будет происходить, то тогда у нас в городе и области есть существенные резервы для увеличения объемов вода. Руководители правительства держат на контроле ситуацию на строительном рынке и находятся в постоянном диалоге с представителями застройщиков. Такая работа всегда давала результат. Мы обратились к специалистам учреждения Новгородстат с просьбой языком цифр рассказать, как менялась динамика по объемам вода с жилья в Новгородской области, начиная с 2000 года. В 2000 году жилых помещений в Новгородской области было введено порядка 90 тысяч квадратных метров. Следующие годы показали рост ввода жилых помещений. Так, допустим, в 2010 году цифра составляла уже где-то порядка 230-240 тысяч квадратных метров. В 2014 год на 350 тысяч квадратных метров. В 2015 году объем введенного жилья увеличился по сравнению с 2014 где-то примерно на 10 тысяч квадратных метров. То есть видно, что по 2015 год в области динамика ввода жилья положительно как бы идет таким нарастающим итогом. А вот показатель благоустройства жилья продолжительное время остается на одном уровне. Это те самые дороги, которых часто нет в районах, в местах индивидуальной застройки, водоотведения, газ и отопления. Динамика именно по конкретному благоустройству примерно находится тоже там на одинаковом уровне. То есть отличие буквально на десятые доли процентов. В том числе по этой причине на встречи с руководством региона приглашаются и главы муниципалитетов. Создание условий для строительства относится к полномочиям местного самоуправления. Очередь на улучшение жилья измеряется в районах тысячами. Но темпы строительства по отдельным территориям заметно отстают от спроса. Мы пытаемся построить для детей-сирот какие-то отдельные дома по индивидуальным проектам. Как правило они получаются дороже, некачественные. Люди, которые приходят на такие небольшие объемы, как правило не имеют ни мощностей, ни стандартизированных каких-то решений. Начинают строить, бросают. Потом кое-как достраивают. И мы имеем всегда проблемы. Если мы внимательно посмотрим законы, вот закон, который я вам прочитал, и закон о детях-сиротах, то там все четко совершенно сказано. Алгоритм должен быть такой. Вы строите муниципальный жильевский фонд. Вот например город опять, по нему очень понятно, это 5000 квартир примерно город вводит в год каждый год в строй вводит. Из 5000 квартир, он говорит, вот 100 квартир должно быть муниципального жилищного фонда. В том числе 50, например, для детей-сирот, однокомных. С представителями различных ведомств участники подобных совещаний разбирают, что мешает районам достичь плановых цифр. В этом случае речь в основном идет о трудностях в работе с проектной документацией. Главам просто работать нужно. И по ипотечному кредитованию у нас хорошие проценты, хорошие отношения с Москвой. Рефинансирование и для многоквартирных, и для индивидуальных. Просто надо, наверное, поэффективнее работать с самим главам, с населением. Потому что мы проводим семинары с главами. А главы это и сельские поселения должны с людьми разговаривать. Нужно, мы готовы приезжать в каждый район, в каждое поселение, если это необходимо. Но мы должны понимать, что если мы сегодня не будем правильно информировать людей и правильно стимулировать наших застройщиков, конечно, наверное, не будет такого ввода жилья. Программы стимулирования жилищного строительства каждый муниципалитет должен для себя утвердить с 2017 года, уже в начале 2016 года. Мы предостерегали и с начала года практически ставили в известность, что у нас проблема будет в этом году по вводу жилья. И с февраля месяца мы писали письма о максимально возможном, это 50 тысяч квадратных метров. Но опять же, заостряю внимание, будем делать все возможное, чтобы выполнить план. Губернатор обращает внимание глав. Без их активности едва ли получится увеличить объемы строительства. И здесь требования будут жесткими, поскольку в вопросах выделения средств регионам Федеральный центр обращает много внимания цифрам введенного жилья. Большая ответственность и на застройщиках. Губернатор потребовал от руководства строительной организации, которая возводит Аркашскую слободу, однозначного ответа, когда в этой истории случится счастливый финал. Туда можно вот заехать завтра и жить там нормально? Или во всяком случае, хотя бы если там требуется отделка внутренняя, все остальное готово, чтобы вот я мог купить квартиру и нанимать туда людей. Готово это все или нет? Или вы ищите сейчас причину какую-то? Ответьте мне. До конца года будет. Развитие строительства в районах имеет большое стратегическое значение. Демография населенных пунктов, что лежат в сотнях километров от областного центра, во многом зависит именно от того, есть ли крыша над головой у молодых семей, есть ли детские площадки, школы и дороги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова